Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленное слово. Спасибо председателям нашего сегодняшнего заседания. Очень рада здесь вас всех приветствовать. И спасибо за то, что я могу здесь представить свой доклад. Ну и, так сказать, вот я думаю, что сначала немножечко, может быть, для того, чтобы ввести в курс дела, кратко, может быть, охарактеризовать, что такое трофобластическая болезнь. И этиопатогенез очень кратко. Но трофобластическая болезнь обобщает все заболевания, которые развиваются в трофобласти на фоне или после любой беременности. И основное то, что в основе этой трансформации лежат нарушения процессов облудотворения и дифференцировки тканей. Всё начинается в момент зачатия, когда неправильное зачатие происходит. И при этом может быть как диспермический, так и моноспермический путь. То есть, может быть оплодотворение одной яйцеклетки двумя сперматозоидами, как показано здесь выше. Может быть оплодотворение пустой яйцеклетки двумя сперматозоидами. А может быть оплодотворение уже не гоплоидным, а диплоидным сперматозоидом. То есть, изменения начались ещё раньше в сперматогенезе. И тогда происходит нарушение, полное нарушение дальнейшей функции оплодотворённой яйцеклетки. И развитие хориокарциномы, часть злокачественного новообразования, как считают исследователи, чаще происходит при гетерозиготном пузырном заносе, чем при гомозиготном. И для развития хориокарциномы из гомозиготного пузырного заноса считается, что необходима рецессивная мутация или гомозиготная экспрессия. Ну вот, гистогенез тропологической болезни, она развивается в трофоэктодерме. В трофоэктодерме наружного слоя бластоцисты и тот слой, который в норме развивается в плаценту во время беременности. В процессе дифференцировки ткани, которая очень зависит от давления кислорода и часто связана с гипоксией, происходит нарушение дифференцировки. И далее в клетках сентития трофобласта происходит динамическая экспрессия определенных молекул, регулируемых давлением кислорода. И эти молекулы могут образоваться и экспрессироваться не те молекулы, которые должны быть в норме, под влиянием давления кислорода, который клетки очень чувствительны. Если мы говорим об опухолях, которые дальше развиваются в трофобласти или даже о доброкачественных образованиях и злокачественных образованиях, то надо сказать, что эти опухоли отличаются различным злокачественным потенциалом. Более того, до конца не установлено, всегда ли хориокарцинома развивается из пузырного заноса или она может образовываться, так называем, денова, прямо из трофобласта. При этом есть данные о том, что у 60% хориокарцинома в анамнезе нет указания на пузырный занос. Но риск развития хориокарцинома при пузырном заносе увеличивается в 24 тысячи раз. Еще очень важный аспект, видите, я выделила его здесь, этот последний аспект, что для того, чтобы начать лечение, не обязательно морфологическая верификация опухоли. Мы, онкологи, знаем, что для начала химиотерапии любой опухоли необходима верификация гистологическая. Здесь другая ситуация. Здесь не обязательно гистологическая верификация, но это не значит, что мы не должны исследовать материал при выскабливании. Он должен обязательно подвергаться гистологическому исследованию, потому что мы можем пропустить уже хориокарциному. Но если мы, если патологоанатомы не находят опухоли, это не значит, что не нужно начинать химиотерапию. Очень часто, вот из практики, из моей даже практики, при развитии инвазивного пузырного заноса патологоанатомы не видят никаких изменений в удалённой ткани трофобласта. Они часто говорят о том, что имеется отёк в арсинхориана, но даже иногда и не видят и отёка, потому что он бывает морфологически очень сложен для интерпретации, и они его просто не видят. И это часто бывает, когда мы удаляем и даже очаги какие-то, и не находим в них гистологической верификации, это не значит, что не было там пузырного заноса, инвазивного, метастатического. Вот такая особенность этой опухоли. Согласно гистологической классификации, эти опухоли, видите, они очень разнообразны. Это последняя классификация 2014 года, классификация ВОЗ, которая разделяет все образования на опухоли и неопухолевые. И к опухолевым образованиям, новообразованиям относятся хориокарциномы, опухоль плацентарной площадки, эпителиолидная, трофобластическая опухоль. И отдельно выделяется так называемая малярная беременность или пузырный занос. И тот и тот термин абсолютно правильный, это синонимы, и в литературе они употребляются оба термина – и пузырный занос, и малярная беременность. И вот к пузырному заносу относятся опухоли, как видите, вы под дробью ноль, это доброкачественные опухоли, да, а инвазивный пузырный занос под дробью один относят морфологи к пограничным опухолям. Также здесь есть неопухолевые заболевания и ненормальный процесс трофобласта. Ну, мы остановимся сначала на опухолевых заболеваниях. Это, прежде всего, я не буду подробно разбирать, но очень чётко это охарактеризовано, гистационная хориокарцинома. Это совершенно другая карцинома, это не хориокарцинома из герминогенных опухолей, это гистационная хориокарцинома трофобласта. Это эпителиальная опухоль с элементами сенсития трофобласта, без вовлечения в арсин хориона. Это злая опухоль, она метастазирует чаще всего влагалище, лёгкая печень, мозг и почку. Но в настоящее время в результате высокой чувствительности опухоли химиотерапии она в 90% случаев подвергается полному излечению при помощи лекарственного лечения. Особенности её в том, что, я уже говорила, что она может развиваться из пузырного заноса, может не развиваться из пузырного заноса. Очень редкие случаи карциномы ин-ситу, очень редкие такие наблюдения, хотя они в литературе описаны. Траблощистая опухоль плацентарного ложа – это ещё более редко. Вообще все траблощистские опухоли – это редкие опухоли, это ещё более редкая опухоль. Она характеризуется отсутствием в арсин хориона и прориферацией промежуточных цитотрофобластических клеток. И в результате отсутствия синтетия траблощиста уровень хронической галантропины здесь может быть не настолько высок, как при хориокарциноме. Она чаще возникает примерно через 12-18 месяцев после доношенной беременности, поэтому кровотечение после доношенной беременности, если есть кровотечение. И очень часто гинекологи выскабливают и отпускают больных без исследования материала, полученного при выскабливании. Эти случаи, так сказать, мне хорошо знакомы, когда потом гинекологи звонят, что же делать, что же делать. Так, больная кровит. И когда уже ретроспективно, так сказать, пытаемся уже из метастазов провести гистологическое исследование, невиопсию, то обнаруживается хориокарцинома. То есть все кровотечения, возникающие вот в эти сроки, при выскабливании материал весь должен быть исследован обязательно. Ну и повышение здесь, видите, не такое большое хронической галантропины. Прогноз неблагоприятный. Частота рецидива 25-30%, выживаемость 50%. Нечувствительна к химиотерапии. И вот здесь как раз вариант хирургии более показан, чем при хориокарциноме гистационной. Эпителеоидный трофобластический опухоль, также злокачественная опухоль, состоящая из неопластического промежуточного трофобласта, хорионического типа, характеризуется географическим некрозом, как описывают морфологи, скопление опухолевых клеток относительно однородной популяции монокулярных промежуточных клеток. Особенности. Развивается часто после самопроизвольного аборта, может быть предшествовать этим, в 16% после или на фоне пузырного заноса. Причём в интервале это может быть от 1 до 15 лет. То есть, когда не находят связь с беременностью, это не значит, что трофобластическая болезнь не связана с беременностью. Она всегда связана с беременностью, просто может быть отсроченный какой-то интервал этой беременности, какая-то была в анамнезе, и какие-то остатки были опухоли. Прогноз, хотя описаны случаи, может быть, в литературе трофобластических опухолей не связаны с беременностью. Возможно, это вот та ситуация, когда опухоли просто поздно развились. Метастазирование примерно в 25% случаев. 18% выживаемость составляет 100% для неметастатических случаев при первой стадии, но снижается до 50% у пациентов с метастазированием. И важным фронатическим фактором является количество метозов в 10 полях зрения. Пузырный занос. По классификации вы видите, это как бы доброкачественная опухоль под дробью 0 по классификации гистологической. Это аномальная плацента с различной степенью трофобластической гиперплазии и отеком варсинхориона. При этом определяется наличие избыточного отцовского генома, который является фундаментальной генетической этиологией этих опухолей. И вот здесь как раз и важно, что можем, мы не видим, не видеть патологических изменений, патологоанатом может не увидеть этих изменений при исследовании материала, полученного при удалении, при эвакуации пузырного заноса. Она может разделяться на полную частичную, пузырный занос или малярная беременность. Это неопухолевое пролиферативное поражение плаценты, приводящее к отёку варсинхорионом и гиперплазии трофобласта без развития эмбриона. Не буду подробно останавливаться на особенностях. Здесь ещё будет лекция по генетике. Там она очень сложная, очень хорошо изучена. И не при одном, пожалуй, заболевании гинекологического тракта опухолевым так не изучена генетика, как при трофобластических опухолях. Не буду на этом останавливаться. Это отдельная лекция будет. Частичный пузырный занос. Тоже относится к доброкачественным опухолям, но он развивается вместе с эмбрионом. Тоже не буду останавливаться. Здесь выражены генетические нарушения. Здесь обычно триплоидный, даже тетроплоидный может быть набор хромосом. И отличие от полного пузырного заноса чаще – это возраст матери более 40 лет. Далее – инвазивный пузырный занос. Инвазивный пузырный занос – это уже пограничная опухоль, которая может протекать очень злокачественно и метастазировать. Макроскопически она состоит из инвазивной малярной ткани. И вот здесь как раз сама структура опухоли, она может не отличаться от полного неинвазивного пузырного заноса. И только единственная отличительная черта – это инвазия миометрия, которая может не определяться морфологом, а определяется только при магнитно-дизонансной томографии, при ультразвуковом исследовании, когда мы видим инвазию миометрия. Вот и сейчас переходим к эпидемиологии. Есть данные по эпидемиологии этого заболевания, но эпидемиология сложна для изучения, потому что прежде всего это редкое заболевание. Дальше. Почему сложное исследование эпидемиологии? Несоответствие определенных случаев и отсутствие иногда верификации морфологических подтверждений этого диагноза. Далее. Неспособность адекватно охарактеризовать население. В нашей стране это особенно важно, потому что мы не всегда знаем, как считать, просто считать заболеваемость. Это могут быть ошибки. Отсутствие, хотя у нас регистры хорошие и большие, но они не все популяционные регистры в Москве и в Санкт-Петербурге. Но на Санкт-Петербурге заболеваемость плаценты не учитывается. Я нашла данные, кстати, у Каприна, это заболеваемость, но только злокачественного образования учитывается из тех данных, которые существуют по России. Отсутствие хорошо подобранных контрольных групп для сравнения возможных факторов риска. Это тоже очень важно. И металлогические проблемы с опубликованием правильных отчетов ограничивают наше представление о заболеваемости. Что известно из литературы о заболеваемости в мире? Известно, что имеется четкое географическое отличие от частоты заболеваемости. Она более низкая в Европе и в Америке. Как вы видите, от 0,5 до 2 случаев на тысячу беременных. И она выше в азиатских странах. До 13 случаев. От 4 до 13 случаев на тысячу беременных. И я вот сама такой построила график из тех данных литературы, которые я попыталась обобщить публикации из отдельных стран. Это мой собственный график, потому что я по крупицам собирала, что существует, что имеется в литературе. И вот видите, действительно, мы смотрим от США до Великобритании. А в Великобритании я поклон хочу сделать регистру. Существует блестящий регистр патрофобластической болезни. На него можно совершенно четко опираться. И в частности, Майкл, вы, так сказать, я знаю, в вашей публикации посмотрела. Вы ведущий лидер при изучении этого заболевания. И у вас очень много работ посвященных, в том числе и эпидемиология. И вот здесь данные о том, что от полпроцента до полутора процента заболеваемых в западных странах. И вы видите, в азиатских странах как резко возрастает заболеваемость. И на Тайване, вот я нашла данные, до 13 случаев на тысячу беременных. Что касается зла... Это вся трофобластическая болезнь, предыдущий слайд. Не отдельно хориокарцинома, а вся и добрака, и пузырные заносы хориокарцинома. Данные распространенности злокачественных на образовании плаценты, они еще более ограничены. Сбор данных более трудный не только по причинам, которые те же, но также и еще более редкое заболевание, очень редкая хориокарцинома, трудности клинического различия постмолярной хорциномы от инвазивного пузырного соноса, почему я начала свой доклад с патанатомии, с гистологических исследований. И по данных ВОЗ, число ежегодно регистрируемых случаев занижается из-за этих несоответствий не менее чем в два раза. То есть у нас нет четкого представления о заболеваемости. Ну, примерно вот частота среди других опухолевых заболеваний у женщин это где-то не более полутора процентов. Заболевание злокачественного образования в мире также имеет тенденцию к четкому географическому разграничению Запада и западных стран и восточных стран. Это примерно один случай на 40 тысяч беременных на Западе и один на 40 случаев пузырного заноса. И примерно в среднем 9 случаев на 40 тысяч беременных на Востоке или примерно 3 случая на 40 случаев пузырного заноса. Тенденции заболевания в мире таковы, что отмечаются в отдельных работах снижение заболеваемости в азиатских странах и отсутствие тенденции снижения заболевания в некоторых странах, правда, описывают повышение заболевания, тенденция отсутствия снижения заболевания в западных странах. Вот здесь данные приведены корейских исследователей, японских исследований о снижении заболевания. Правда, здесь я не последние данные, а те, которые у меня были, предыдущие данные, вам представляю. Что касается эпидемиологии этого заболевания в России. Совершенно недостаточно изучено. Официальный статистик отдельно по этому заболеванию, по эпидемиологии не существует. И также основные проблемы связаны с отсутствием единых центров. У нас нет регистра патрофобластической болезни. Видимо, нам нужны какие-то объединенные усилия по этому вопросу, я думаю. Регистрируются не все случаи прерывания беременности у нас. И не весь материал, полученный при выскапливании, то, что я вам уже говорила, подвергается гистологическому исследованию. Вот это данные, которые я взяла из сборника злокачественного образования в России под редакцией Каплина 2018 года, который вышел там, есть такой, среди заболеваемости новообразованиями у женщин, в большой таблице, я обнаружила плаценту. Вот, и ужасно обрадовалась, потому что я смогла вам представить хотя бы вот те данные, которые сборные, которые там присутствуют. Видите, очень низкая заболеваемость. В общем, по этим данным, хотя я уверена, что они совершенно не полностью соответствуют тому, что есть на самом деле. Но вот то, что есть по статистике у нас. И я нашла отдельные работы по регионам, и я хочу сделать низкий поклон Сибири, потому что нашла диссертационную работу, защищенную в Томске, выполненную в Иркутске. И там, значит, в этой работе, там эта работа Гладковой Ольги Васильевны, кандидатская диссертация 2007 года. И в этой работе, видите, там говорится о том, что заболеваемость действительно тоже имеет такой региональный характер она носит. То есть она, вот если говорить по Сибири, где все-таки это диссертационные исследования, более тщательные данные, то 0,16 случаев на 100 тысяч населения женского, там не на беременность, на 100 тысяч населения женского в год, это Западная Сибирь, Восточная Сибирь 0,12, Восточная Сибирь чуть меньше, но не статистически, это недозаверно, я думаю, на 100 тысяч женщин населения. И 0,25, и по мнению авторов этого исследования, она значительно выше на Дальнем Востоке, чем в Сибири. И что касается Центральной России, то не проводились такие исследования в Санкт-Петербурге и в Москве, я уже сказала, по эпидемиологии. Другие исследования проводились, но по эпидемиологии не проводились. Вот было также диссертационное исследование в Тамбове, и там было показано, что 0,21 на 100 тысяч населения. Вот те небольшие данные, которые я смогла, так сказать, найти в имеющейся литературе. И можно сказать, что в масштабах всей планеты, вот так написано, это цитирую я из этой диссертации Гладковой, регион Сибири и Дальнего Востока можно отнести к территориям с относительно низкой заболеваемостью новообразованием плаценты. При этом в Восточной Сибири эти заболевания в два раза ниже, а на Дальнем Востоке, наоборот, в два раза выше. Это заболевание злокачественное, имеется в виду о злокачественных новообразованиях плаценты, не о травмобластической болезни в целом. И вот она представила такую карту о заболеваемости, которую, так сказать, я уже, так сказать, комментировала сейчас. Исходя из этого, мы можем говорить о факторах риска развития травмобластической болезни. Кстати, вот из Великобритании работа вышла, я её обнаружила, там сравнивали заболеваемость у азиатской, так сказать, группы и не азиатской группы, и обнаружилось, что в Великобритании у азиатской группы также выше заболеваемость, чем популяция не азиатских женщин. И это совпадает с другими исследованиями из других стран. И действительно, этнические факторы имеют значение, повышенный риск, пока непонятно, почему азиатская, для меня непонятно, у азиатской популяции в Европе. Вот, и вот эти работы в Англии оказали, что в два раза выше в азиатской популяции. И также такие работы по испанской популяции в Америке. Возрастные особенности имеют значение, возраст старше 35 лет повышается в два раза заболеваемость, а у женщин старше 40 лет до 10 раз повышение заболеваемости. Группа крови также имеет значение, спонтанные аборты в анамнезе и большое число беременностей. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok